Тюш, ну посмотри на эту замечательную, красивую женщину, да? Многим, кто хоть раз видел эту хрупкую, красивую женщину с огромными глазами, очаровательной улыбкой и точенной фигурой, кажется, что она совершит... Ты знаешь, что это профессор? Вот ты бы могла сказать, что это профессор, да? Но уроки танца и пластика Аллы Михайловны Сигаловой с благодарностью вспоминают десятки эстрадных звезд, студентов театральных вузов из нашей страны и ближнего зарубежья. Все в один голос заявляют, что Сигалова является хореографом с большой буквы Х. Именно она считается основоположницей такого направления искусства танца, любимого Капитолиной, Contemporary Dance в России, да? Ну, на самом деле, судьба Аллы была уже до рождения предопределена. Интеллигентная петербургская семья принадлежала к роду художника Константина Сомова. Сейчас мы увидим Константин Сомов, вот, собственно, это ее дедушка, да? Отец был талантливым пианистом у Аллы, а мама Тамара Вьюгина – балериной и тоже постановщицей танцев. Родилась девочка 28 февраля в городе Сталинград, куда родители переехали из Ленинграда по распределению. Но вскоре вместе с маленькой Аллой они вернулись в северную столицу. В Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Сигалова поступила не сразу. Абитуриентка показалась комиссией высоковатой для балерины. Вот у тебя какой, Катюша, рост? 172. Ну, тебя точно бы не взяли. У Сигаловой 166. Что, ее не сразу взяли. Ну, а поступив, она нередко оказывалась в кабинете директора. По какой причине? Почему? Я не знаю. Внешний вид студентки. Однажды Алла пришла на занятия в красных туфлях на большой платформе. Вот такие были в моде в 70-х. Такие, знаешь, ботильончики. Ну, да. Она тут и говорит, что ты с ума сошла? Ты что такое? Ты же балерина. Но, да, но на самом деле Алла Сигалова, на ее долю выпало очень много испытаний. И вот, окончив в 78-м году Академию Вагановскую, она получила очень тяжелую травму. Очень тяжелую травму. На несколько месяцев у нее были парализованы конечности. Она не могла даже двигаться. Но, ты понимаешь, насколько сильна и красива вот эта хрупкая женщина, что она, как здоровье восстановилось, она переехала в Москву и поступила на режиссерский факультет ГИТИСа. Понятно, что с танцами было как бы покончено сольной карьерой, да? Окончив ГИТИС, Алла остается преподавателем в ГИТИСе. Но в ее душе все сильнее разгорается желание вернуться в балет. И она сама начинает факультативно заниматься танцами. В конце 80-х она занимается пластикой с актерами в театре «Сатирикон». В 89-м году появилась независимая труппа Аллы Сигаловой. И эта команда стала первым коллективом в России, развивающим современные танцевальные стили. Модерн, опять же тот же «Контемпорари». Алла Михайловна затем переключилась на сотрудничество со звездами эстрады. Она выступала хореографом-постановщиком шоу «Лаймы Вайкули», «Анжелики Варрум». Также многих телевизионных шоу-программ на Первом канале «Старые песни о главном 2». «Старые песни о главном 3», молодец, Катя. И на самом деле Алла Сигалова много сил и времени посвящала режиссуре. Список ее работ в качестве режиссера и постановщика огромен. Вот, я не знаю, Москва, Самара, Архангельск, Рига, Вильнюс. Можно прямо играть в города по географии ее постановок. И начиная с 2010 года Сигалова вела авторские программы на телевидении «Культура». Еще раньше педагога позвали работать на радио. Три сезона Алла Михайловна и Алексей Бегак трудились телеведущими передачи «Большая опера». Я не понимаю, как вот такой хрупкой женщине удается все это. Но она считает самым важным качеством – это любовь к жизни. Сколько лет Алле Сигаловой, неважно, имеет значение, конечно, насколько человек прекрасен в душе. А женщина – это действительно очень потрясающее, простой секрет красоты и здоровья – готова всем прописать Алле Сигаловой. Рост и вес ее находятся в идеальном состоянии не столько благодаря какой-то новомодной диете, сколько тщательному высчитыванию калорий из единых блюд. Понимаешь? Ну, замечательная женщина. Давайте посмотрим фрагмент ее выступления. Вот она уже совсем недавно, кстати, была. Действительно в потрясающей форме. Алла Михайловна, вас с днем рождения. Творчество, любви, всего самого-самого позитивного. Творчество, любви, всего самого-самого позитивного. Ну, потрясающе. Шикарная женщина. Действительно, вот я когда посмотрел список ее постановок, это две страницы прямо, где она только не ставила. Она ведь еще мастер-классы, у нее всякие… Ну, в общем, здоровье, здоровье, здоровье не останавливается, несмотря ни на что. Хорошо. Продолжение следует...